вот снимаем видео покафон пока m3 вот у нас стена такая вот есть снимая состава просто для того чтобы показать вам качество картинки странно google pixel 4 5g кропает картинку больше чем покафон вот снимается с таба также те же самые условия привет незнакомый человек сегодня я хотел бы рассказать тебе о двух замечательных смартфонах о двух смартфонах с разных берегов двух разных материков это смартфон пока m3 и смартфон google pixel 4 а 5g телефончик не желаете телефончик не желаете телефончик не желаете смотрите 48 мегапикселей 3 камеры 12 мегапикселей две камеры мне кажется выбор очевиден пока m3 лучший выбор в нашем магазине а еще лучше не покупай это не покупай это купи fly или супер смартфон от компании бикил данный смартфон мне предоставили ребята из магазина технодеус купайте у них потому что даже такие смартфоны как google pixel 4 а 5g есть у них наличие это достаточно редкий смартфон достаточно необычный для наших краев смартфон и он снимает видео и фото кстати это спойлер не хуже чем iphone 12 pro max с ним мы его сравним и также с этим малышом в данном смартфоне основная камера имеет всего 12 мегапикселей и апертуру светосилу 17 здесь же у нас 48 мегапикселей апертура 1 и 8 чем меньше мегапикселей на определенного рода матрицы тем больше размер каждого пикселя для примера скажу вот есть у нас камера которая снимает full hd там размер сенсора равен размеру сенсора вот этого нашего дорогого смартфона но там всего три мегапикселя например и поэтому пиксель по размеру раза в два больше чем пиксель смартфона соответственно он ловит больше света iphone 12 pro max и google pixel 4 и в главной роли у нас пуша моя кошечка смотрим что же могут данные смартфоны в лолайте и знаете что я вижу у пикселя картинка мне нравится больше в плане шумов конечно же в плане детализации цвета iphone но на экранах ваших компьютеров и моего естественно ноутбука мы увидим более информативную картинку вот смотрите блин описали 4 а считается бюджетным устройством но картинка мне нравится я сравнивал этот девайс и этот по видео этот мне понравился больше в плане шумов в плане работы со светом но цвета здесь естественно 8 бит против десяти менее яркие менее насыщенные детализация меньше но картинка в целом мне понравилось даже немножко больше также блок камера для кого-то это может быть плюсом посел как айфон для кого-то минус поскольку данный смартфон ориентирован в первую очередь на сша там все ходят с айфонами то есть это способ наверное как-то иммигрировать под айфон то есть человек ходит вот так типа где-то айфон то есть близорухий американский житель скажет ему тоже айфон то есть это по-любому так потому что то же самое делают китайцы с сяоми да они стараются субфлагманы подвести под дизайн флагманов других конкурирующих устройств вот у меня в руках poco m3 он выполнен из пластика вот это вся у нас блок камеры вот это все декоративная пластиковая нашелка тоже выполнена из пластика кстати он достаточно сильно пачкается потому что я не держу его за это место но хотя бы единожды прислонив смотрите палец чистый палец мне остается отпечаток вот это минус и блок камер собирает пыль вот здесь это уже заметил когда снимал пример видео google pixel 4 5g могу немножко пройтись встроенная стабилизация здесь пройдемся дорожки и сейчас назад пойдем пока м3 встроенное приложение камер пока м3 без стабилизатора также как и пиксель 4 а она пока картинка дрожит прям вот встроенная стабилизация электронный не справляется те же самые слои иду назад вот на подъезд смотрите небо красивое небо здесь же софтовая составляющая как и во всех смартфонах сяоми оставляет желать лучшего естественно по сравнению с смартфонами 3 2 годичной давности она выросла и этим смартфоном можно достойно фото но все же google и сяоми вы сами все понимаете китайцы всегда подражают сильнейшим это и есть сильнейший то есть фото части данный смартфон может потягаться самыми крутыми продвинутыми флагманами 20 21 года но тем не менее человек который покупает пока м3 это послание тебе ты не совершаешь ошибку когда покупаешь этот смартфон он реально хорош он реально крутой за свою цену он делает всех конкурентов в бюджетном сегменте он и смотрится достаточно круто то есть если заменить допсим айфон мой вот таким устройством я не буду чувствовать себя ущербно или как там ущемленным как владелец bq flight там или какой-то еще марки такой от которой тошнит и выворачивает этот смартфон хорош мне он нравится сегодня я отдаю его ребятам из тех на deus и он будет продан самое главное он будет продан очень быстро потому что он реально годный вот это самый ключевый момент и кстати пиксель несмотря на свою высокую цену вероятнее всего он будет продан очень быстро потому что опять же это годный смартфон и все что я вам говорил может полностью перечеркнуть тот факт что данные смартфоны могут покупаться или нет но поскольку они покупаются вы можете понимать что люди хотят это годные вещи они служат своим владельцам также хорошо как айфон и в принципе все в принципе на этой ноте мы закончим на с вами был антон всем пока чё так вы начнете любит уже снимаем 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 все уже начало уже можно говорить до снимаем